Итак, начинается третий миссионерский поход апостола Павла. Если в первом миссионерском походе много городов на относительно небольшой территории, во втором походе городов меньше, размах больше. В третьем походе городов совсем мало, но размах серьезный. 23 стих 18 главы «Деяния апостолов» — это начало третьего миссионерского похода, миссионерского путешествия. Проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Опять, ничего нового в этом нет, это мы уже видели раньше, он так уже поступал. И появляется Аполлос, Александрийский иудей, иудеи из Александрии. Аполлос будет упомянут потом в послании к Оринфинам. Но пока служение Аполлоса в Эфесе. И в Эфесе есть некая община, формируется некоторая община. Про Аполлоса говорится, что он, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Это, пожалуй, один из сложных моментов Священного Писания. Но давайте разберемся. Вы помните, для чего крестил Иоанн? То есть, когда Иоанн, креститель, преподавал крещение, что это было? Это было крещение в покаянии. Это было крещение в приготовлении, да, третья глава Евангелия от Матфея, по этому поводу можно почитать. Это была подготовка к пришествии Иисуса Христа, покаяние в грехах. Это не было еще возрождение через даяние Святого Духа. Это весть правильная, но не полная. Он смело говорил, он правильно говорил, но говорил не до конца. Он говорил не полно. Акила и Пресхила, мы читаем, объясняют ему путь Господень. И потом, соответственно, Аполлос идет в Каринф, в Ахайю, в Каринф, и становится одним из учителей Каринфской церкви. Я не буду проводить здесь много времени в комментариях к этому моменту. Хотел бы просто отметить, что бывает учение неправильное, и бывает учение неполное. И вот нужно отличать одно от другого. А человек может говорить правильно, но не до конца. Правильно, но не все. Каких-то важных духовных истин он может не замечать или не знать. Он сам еще может в этом не разбираться, сам будет не в курсе. Но учение его будет правильно, и сердце его будет чистое. Такого человека важно просто наставить, провести с ним время, уделить ему внимание. А с другой стороны, бывают люди, которые говорят другое Евангелие, которое вовсе и не Евангелие. То, о чем мы с вами говорили в связи с посланием Галат. Вот здесь этих людей нужно исправлять, обличать, наставлять. И вот сам этот момент, когда Аполлос проповедует, но потом брат и сестра в данном случае для него, муж и жена Акила и Прескила, беседуют с ним, помогают ему разобраться. Это, пожалуй, пример для нас с вами в современных церквях тоже. А для тех из вас, кто проповедует, кто ведет библейские занятия, кто ведет воскресную школу, я хотел бы задать один вопрос. Есть ли в вашей жизни вот такие Акила и Прескила, которые смогут не только услышать то, что вы делаете, но и сказать вам, причем по-доброму сказать, с любовью сказать, вот тут было хорошо, вот тут было не очень хорошо, вот здесь надо иначе, здесь я советую иначе. А вот тут, как мне кажется, ты вообще говоря не прав. Понимаете, вот ведь какая вещь. Пока ты еще начинающий, скажем так, служитель, пока ты еще молодой христианин, рядом с тобой таких советчиков бывает больше, чем надо. То есть, понимаете, вот любой браток в церкви или любая сестра в церкви готова сказать про тебя все, что думает. Иногда это бывает не по делу, но по крайней мере говорят. А со временем мы становимся авторитетными служителями. Ну, представьте себе какого-нибудь служителя, на которого, я не знаю, смотрит вся страна, которого знают, допустим, все христиане, или, по крайней мере, все баптисты, или все харизматы России. Вот хватит вам духу подойти к нему и сказать, брат, мне кажется, вот в этом ты не прав, а вот здесь тебе нужно бы подумать. Большинству из нас, наверное, не хватит духу. Особенно тем, кому есть что сказать по делу. Вот чтобы были такие акилы и прескилы, этот круг подотчетности нам с вами нужно развивать. Возьмите себя за правило, если вы проповедуете, если вы преподаете, если вы ведете библейские занятия, если вы ведете библейские разборы, возьмите себя за правило предпринимать усилия для того, чтобы формировать такую группу подотчетности. И не из тех людей, которые после каждого вашего урока, после каждой вашей проповеди будут восхищены говорить, вау, как здорово, как благословенно вообще. А тех, которые могут вам сказать правду. Вот если вы в начале вашего служения приложите усилия к тому, чтобы такие люди появились, и если вы потом, допустим, у вас меняется церковь, меняется ваше служение, или вы приехали в какое-то другое место, или пришли в какую-то другую церковь. А если вы потом будете всегда предпринимать шаги, чтобы такие люди вокруг вас были, тогда вам будет гораздо легче. Вам будет легче, потому что в вашем служении у вас будет подотчетность, вам будет легче расти. Иногда неприятнее, конечно, да. То есть вы понимаете, что вы проповедь провалили, вот вы ее конкретно провалили. А вам потом еще и, ну, с полной любовью, но подробно тоже конкретно рассказывают, как именно вы ее провалили. Ну вот, иногда хочется сказать, знаете, вот со мной такое случалось, да, вот ты проваливаешь проповедь, то есть откровенно получается плохая проповедь, то есть ты понимаешь, что она плохая. Причем, при этом, даже когда ты проповедуешь плохую проповедь, все равно найдется кто-нибудь, кто скажет, ах, ах, как было здорово. Но ты понимаешь, что было плохо. И друзья твои понимают, что было плохо. А потом начинается разбор-полет. И думаешь, Господи, дай мне смирение, а? Вот. Ну и потом, соответственно, без всякой мести, конечно, без всякой мести. Ты помогаешь друзьям разбирать их проповеди. Вот. Значит, вот такие команды, они важны для каждого из нас, особенно тем, кто поставлен на пастырское служение, на лидерское служение. Ой, потому что, если этой команды нет, то в пастырстве и в лидерстве может стать очень одиноко. Ну, я не знаю, насколько вы поймаете, о чем я говорю. Но правда, если усилий не приложить, тогда одиночество не миновать. А вот если приложить, то будет здорово, будет благословение. Ну, ладно, пойдем дальше. Итак, Аполлос беседует с иудеями, доказывает Писаниями, что Христос, что Иисус есть Христос. Это кончается 18 глава. Это вот оппозиция с иудеями. Но нас сейчас будет интересовать Павел. Нас будет интересовать Павел. Павел пребывает в Эфес, на Полос в Коринфе, Павел в Эфесе, потом в послании к Коринфянам имя Аполлоса еще всплывет. В интересном очень контексте. Он приходит в Эфес, он находит там учеников. Выясняется, что у этих учеников тоже нет полного знания, у них нет полного понимания. Но более того, у них нет крещения Духом Святым. А когда они слышат вопрос, приняли ли они Святого Духа, они в шоке. Они сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение. Это вот то самое, что вначале проповедовал Аполлос, до того, как Акила и Прескила ему объяснили. Но вот ученики, которые попали в такое неполное знание, неполное понимание, они остались. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния. Вот ответ на вопрос, который я задавал пять минут назад. Зачем крестил Иоанн? Говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой. И они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех и было человек около двенадцати. Я хотел бы здесь остановиться и сказать, наверное, не очень популярную вещь. Достаточно большое количество христиан, среди которых есть некоторые весьма уважаемые христиане, используют этот момент начала девятнадцатой главы в качестве основного аргумента для так называемого учения о втором действии благодати. Что имеется в виду? О втором даре благодати, о неком втором событии в жизни христианина, которое возникает, когда мы рождаемся от Святого Духа. Это событие, которое сопровождается даянием языков, даянием дара пророчества и так далее. Для тех, кто не понимает, о чем идет речь, объясню. С точки зрения этого учения, возможно, состояние человека, в котором человек услышал о Христе, покаялся, это крещение Иоанна. Он вроде бы христианин, но дело Божьей благодати в его жизни пока еще не совершено. То есть, Бог ему пока... То есть, он пока еще не получил всего того, что для него приготовил Бог. Должно быть второе дело благодати, второе проявление благодати. И человек начинает молиться для того, чтобы получить это второе проявление благодати о крещении Святым Духом. И знак этого крещения Святым Духом заключается в том, что человек получает духовные дары, в частности, языки и пророчества. Соответственно, если вести это учение дальше, то человек, не имеющий духовных даров, допустим, языков, пророчеств и так далее, пока еще не крещен Святым Духом, человек, не имеющий духовных даров, пока еще не получил в полной мере всего, что Бог нам обещал. И, соответственно, для полноты духовного опыта, для полноты нашего спасения, он, конечно, спасен, но все равно для полноты спасения необходимо еще сделать один шаг. Необходимо молиться о действии, о особом действии Святого Духа, рождении Святого Духа. А вот как раз девятнадцатую главу «Деяния апостолов» чаще всего используют для аргументации вот этого учения. Обращу ваше внимание на несколько моментов, однако. Во-первых, давайте различать предписание и описание. В Эфесе мы узнаем о христианах, которые вообще не слышали о существовании Святого Духа. Они слышали только о крещении Иоанна. Значит, если мы найдем на этой земле проповедника или группу христиан, которые про Святого Духа даже не слышали сегодня, тогда может быть какая-то параллель с Эфесом 19 главы. У нас и получится. Но штука в том, что сегодня всякая проповедь христианства, всякая проповедь Евангелия, вообще говоря, о Святом Духе, и говорит. Ситуация, когда люди застряли на половине, просто потому, что им не сказали. Ситуация чисто гипотетическая. Кто-то может возразить, правда, ну как же, может быть человек, которому не сказали, например, про дары Святого Духа. Нет, нет, нет. Проблема Эфеса не в том, что Эфесе не слышали про дары Святого Духа. Они не слышали про Святого Духа вообще. Они не в курсе в принципе. Дары это уже проявление. А они не знают о существовании Святого Духа как такового. Они знают только про крещение Иоанна. Это раз. Второе. В том же самом, извините, в своем послании к Эфесианам или Эфесианам, разные преподаватели говорят по-разному, апостол Павел говорит об этом очень четко. первая глава, тринадцатый стих. Обращаясь к Эфесианам, в нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его, в похвалу славы его. Значит, смотрите, услышав слово истины, которое есть, что? Благовествование вашего спасения, то есть, когда вы услышали о вашем спасении, не когда вам кто-то еще дополнительное что-то рассказал, а когда вы услышали о спасении, и уверовав в него, значит, вы услышали, вы уверовали, вот тогда вы запечатлены обетованным Святым Духом. Относясь с огромным уважением и даже любовью к тем христианам, которые говорят о двух действиях благодати, я при этом склонен полагать, что мы получаем Святого Духа, мы запечатлеваемся Святым Духом не в момент особого действия благодати, а в тот момент, когда мы получаем спасение, в тот момент, когда мы покаялись перед Богом. И сегодня невозможна ситуация человека, который покаялся, который уверовал, но при этом не имеет Святого Духа. И по историческим причинам, и по библейским причинам. Если он верующий человек, он имеет Святого Духа. Да, он может не жить по Духу, он может не ходить в Духе, он может даже угошать Духа, и это все проблемы, это серьезные проблемы, о которых то же самое апостол Павел говорит. Но и запечатление Духом Святым, и дары Духа Святого мы получаем с самого начала. Кстати говоря, да, при этом в момент покаяния человек получает дары, это могут быть и дары языков, в частности, это могут быть и дары пророчества. Более того, возможны ситуации, когда какие-то дары человек получает уже после своего покаяния. Но не потому, что вот в тот момент он получил Духа Святого, нет, а потому, что Бог имеет полное право даровать дары своему чаду, даровать дары своему служителю, своему детяти, тогда, когда это будет надо, вот в Божьем плане. Опять-таки, говоря, это, я отлично понимаю, что не все согласятся с такой трактовкой по поводу послания, по поводу деяния 19 глава, и все-таки считаю важным это проговорить. Итак, Павел занимается учением, и опять, три месяца мы читали, и опять начинается ожесточение, мы читаем сейчас в 19 глава 9-й 10-й стихи, опять-таки, проповедь начинается с иудеев, потом, поскольку есть противостояние, проповедь переходит, переносится на язычников, он проповедует в училище некого тирана, в данном случае тиран это правитель, это не значит, что вот там тиран тиранил детишек и Павел проповедовал, 9-й стих, вот, нет, тиран это местный правитель, это такое, знаете, если сказать сегодня, школа районного, может и городского подчинения, вот это училище некого тирана, это продолжалось до двух лет, так что все жители Ассии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины, вот вы знаете, если, когда, допустим, особенно в 90-е годы школы снимали помещение, церкви снимали помещение у школ, но сейчас это нельзя делать, но, то есть по закону это не разрешается, тогда это было можно, вот прецедент для этого как раз здесь, в 19-й главе Деяния Апостолов, Павел два года проповедовал, очевидно, это зарождение Эфесской церкви, в такой ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok